Всем привет! Добро пожаловать во Волг на пару! Мы сегодня, конечно, сказали вам, что у нас будет очень интересный день, и он был! И сказали, а сказали! Великолепный, интересный день! Великолепный! Мы ходили опять на занятия Ютуба, Google, Creator Day, и потом Аня ходила еще на Happy Hour, а я и пошла. Я сняла пару, один, по-моему, да, ролик с девчонками. Ну, на улице мы просто не могли снимать. Сегодня был страшный ливень, и очень скользко было. И мы были у нас в центре, и ездили на Пятницкую, там постелили, положили эту новомодную плитку. А в швах застревает снег, лед, ну, в общем, ужас. И в центре такие, знаете, пока ты от домов к дороге, тротуары, ну, в общем, идти ужасно страшно. Машины ездят, всех обливают с ног до головы этой грязью. В общем, сегодня очень оригинальная погода, и мы решили, ну, просто не могли вообще на улице снимать. Поэтому я немножко сняла в самом Creator Day и уже с девчонками. Субтитры подогнал «Симон»! Всем привет! Так, сейчас, сейчас, сейчас. У тебя будет слышно? Всем привет! Привет! Мы тут тусуемся после Creator Day на хэпи-ауле. Девчонки, представляете, рассказывайте о своем салоне. Меня зовут Анюта, я снимаю про что-то. Анюта Улблок. А я с девчонками только познакомилась с Ехимирой Смирновой, и я снимаю про постанование с вам скилл. Вот, девчонки прикольные, действительно, и все ребята классные. Нам сегодня очень повезло. Ну, в общем, вот этот Creator Day нам постоянно пишут. Да, вы, конечно, можете зарегистрироваться, прийти, но, в принципе, там одна и та же программа, и вам может быть неинтересно. Врут, бессовестно врут. Сегодня они поменяли и саму программу, как бы саму лекционную, и тренинг, и приглашенного человека. В общем, сегодня вообще было все другое. При этом очень было мало людей. Во-первых, видимо, из-за погоды, а во-вторых, у нас сегодня проходил все-таки парад, посвященный 75-летию ухода войск из Москвы на фронт. И весь город был перекрыт. Может быть, еще из-за этого не приехали люди. Ну, в общем, мы не знаем, но здорово было, мало было народу. То есть вообще было шикарно, все переобщались, пообщались. Была такая была теплая домашняя обстановка. Было очень прикольно. Ну, в общем, мы ходим во вкус, когда я первый раз одна еще ходила. Мне было там так неуютно, ну, как-то, в общем, не очень. Ну, хотя все очень люди доброжелательные. Все очень приветливые, да. Дружелюбные. Просто, вы знаете, на удивление попадаешь в какое-то другое государство. Все очень приветливые, все очень креативные, очень такие открытые. Прекрасно просто. Куча людей всяких. Нам подарили вот такие сумочки. Да, первый раз нам их подарили. Прикольные такие. Ну, вот. Так что мы сегодня великолепно провели день. Но, к сожалению, не смогли вам все это показать. На самом мероприятии, как бы снимать, ну, на самой лекции, что ли, на выступлении снимать нельзя. Вот, ну, как-то вот, ну, на самом деле было очень классно. Если вы вдруг занимаетесь ютубом, то попробуйте в разных городах. Это не только в Москве сейчас проходит. Вот вчера, кстати, этот же Грейтер Дэй проходил в Новосибирске. И у нас был как раз здесь уже в Москве парень, с которым я в июле познакомилась. Вы можете, кстати, его посмотреть у нас во влоге. Да, я снимала. Архитектор. Ну, такой замечательный молодой человек. Он вчера был в Новосибирске. А сегодня уже в Москве. Так здорово. Еще я вам хотела показать, спасибо огромное, двум людям, которые показали, ну, как это, указали мне на это. Я, знаете, лошарик. Лошарик просто. Даже не подумала, что такое может быть. Подержи, пожалуйста. Это волшебный свитер. Свитер-трансформер. Его можно вот так носить, вот, ну, на Новый год. И будет хо-хо-хо. Да, а потом сделать сейчас. Подождите. Подождите. Вот так вот. Сделать вот так. Ну, можно полностью сделать, чтобы не было красненького. И будет ноу-ноу-ноу. И можно дальше весь год носить вот так этот свитер. Это просто, знаете, откровение для меня было. Я очень рада, что эта покупка не на два месяца перед Новым годом. Ну, и сейчас мы хотим объявить победителей сразу, получается, двух конкурсов. Одного не объявленного конкурса, одного объявленного конкурса. Начнем с объявленного конкурса. Это конкурс, в котором победитель получит каталог Икея с нашим изображением, за который вы голосовали. Вот. И у нас было три претендента, но по количеству названной мебели в нашей квартире... У нас было действительно три претендента. Первым, кто, в принципе, туда-сюда правильно ответил на все вопросы. Но Стаська выбыла из-за того, что не назвала сами элементы мебели. Конкретно, она написала только 8-10 разновидностей. А второй, кто выбыл у нас? А второй просто меньше назвал человек. Это Надежда Меньшова. Просто меньшее количество. Ну, мы говорили как раз большее назвать. Ну, вот просто меньшее количество. Больше всех назвала. Ну, и все остальное правильно ответила. Да, мы ездим в Икею Химке. Да, у нас уже вот это была третья обложка. И больше всего мебели назвала Марья-Марья. У-у-у! Аплодисменты! Не сделала. Вот. И мы вас просим, напишите, пожалуйста, свой адрес. Но не здесь, не в комментариях. А в... Маме напишите. Вот, маме. Напишите, пожалуйста. Вконтакте. Вконтакте. И обязательно индекс, имя, адрес. Все? Индекс. Полностью фамилия, имя, отчество. И полностью адрес. Да, чтобы мы могли вам отправить этот каталог. И те, кто... Необъявленный конкурс. Те, кто отгадал. Ну, те, кто спрогнозировал. Спрогнозировал, да. Пять тысяч подписчиков. И примерно угадал. Ну, примерно. Конечно, точно мы не могли угадать никто. Примерно угадал время появления этой цифры у нас на канале. У нас отключилась камера. Вот. Возвращаемся. Значит, Ирвива Ира написала, что пять тысяч подписчиков будет к концу ноября. Моя ставка, она написала. И еще... Это как бы второе место и первое место. И еще один человек. Ну, у нас четыре тысячи набралось 21 сентября. И Надежда Товстыка написала, думаю, месяц или чуть больше. И нас будет пять тысяч. Хо-хо! Я вас поздравляю! Поздравляю! Девочки, напишите, пожалуйста, мне в ВКонтакте, ваши адреса. Обязательно напишите. Ну, и мы скоро-скоро вам отправим поздравлялки. Все, кто не получили подарки сегодня от нас, не волнуйтесь, нас ожидает новогоднее безумие. У Ани очень много задумок по этому поводу. У Ани очень много задумок. Мы будем все вот такими смайликами. Да? Вот так. И мы, может быть, ответим еще на пару вопросов. У нас сегодня, видите, как такое обучающее, поздравительное видео. Я еще хотела сказать в очередной раз, что после посещения таких мероприятий ютубовских, ну, настолько я горжусь нашими подписчиками, нашими зрителями и восхищаюсь. То есть, фамилия. И восхищаюсь вашими комментариями, вашей добротой, душевностью. Потому что еще раз говорю, люди там сидят и говорят, у нас такие подписчики, у нас такие комментарии, просто мрак. Вашим отношениям друг к другу, вашим отношениям к нам, ну, вот, и к жизни. А мы сидим, Саня, ты переглядываешься. Позитивчики в наши. И нам даже неудобно людей расстраивать. Нет, мы молчим. Мы молчим. Мы молчим, потому что нам неудобно людей расстраивать и говорить. А у нас все хорошо. У нас, да. У нас лапочки такие. Пять тысяч лапочек у нас. Пять тысяч... Что у вас там? Пять тысяч 151 лапочек. Да. Так, несколько человек задали вопрос про наш увлажнитель, который там дымит за спиной. Ну, вот первый вопрос Лейла Королек задала. Расскажите про ваш увлажнитель воздуха, довольны ли вы им и насколько он эффективен? Вы знаете, вот кто-то написал, лучше покупать мойку воздуха. Ну, оно, конечно, и лучше, но мойки воздуха в разы дороже стоят. И, ну, на нашей площади, конечно, мойка воздуха это... Их надо много. Да, это очень круто получается по денежке. А увлажнители, ну, мы их используем только, когда у нас батареи включают в основном. Ну, да. И я вам хочу сказать, что я каждый год забываю, что нужно его включить. Ну, во-первых, мы в прошлом году поменяли. У нас до этого был Арифлеймовский. А как это называется? Я даже не знаю. И мы купили два вот таких. Но вот пока я включаю один. А до того момента, пока я его не включила, Боже, у меня в носу был, ну, просто кол. Вы знаете, такие корки были прям страшные. Пока не было увлажнителей, ну, это давно уже было. Я всегда на батарее ставила мисочки с водой. Но это не так действенно. Не так действенно. И потом не видно, забываешь про эти мисочки. И на Хэллоуэль. Это потрясающая вещь для съемок увлажнителей. Да. Так что, нет, мы довольны этим увлажнителем. Если кого-то интересует, ну, как бы, сама фирма увлажнителя, напишите, и мы фотку в группе скинем. Марина Миронова спрашивает. Ольга Ростиславовна, а что вы сейчас собираете? Сейчас я подписчиков собираю. Не, еще лаки, вы знаете. Да, лаки. Это, да, это болезненно. Кто не знает, я до 2013 года, вообще, ну, практически всю свою жизнь красила ногти одним цветом, красным. И где бы я ни работала. И одним лаком. Лаком одним Estee Lauder или там еще какой-то. Ну, там менялось. Я сначала Christian Dior. Ну, просто я цвет подбирала. И когда в какой-то фирме переставали выпускать этот цвет, я переходила в другую фирму. Это было такое, такое обучение было, найти конкретно вот такой оттенок красного. А сейчас купаем розовый, все красные. И в 2013 году перед тем, как мне идти на операцию по удалению желчного пузыря, в меня взялился бес. Я не знала. Розовый. Меня просто вообще прорвало на всякие какие-то излишества, изыскания, я даже не знаю. Просто как. Вот теперь я понимаю Пикассо с его там голубыми, розовыми периодами. А раньше я не понимала, как этот человек. Сначала у него один был период, потом другой период. И вот я теперь понимаю, что да, дед ему у человека что-то там переклинивает. Вот так же и у меня переклинило. И сейчас у меня очень много лаков. Много, это не то слово. Но это прикольно. Мы уже много раз говорили, мы же на маникюр не ходим, то есть за покрытие не платим. Соответственно, у нас каждое покрытие, вот как девушка ходит на маникюр, каждое покрытие это бутылочка лака. Бутылочка лака. Раньше меня называли «Женщина с красными ногтями». Везде. Я думаю, что скоро меня девушка в сером будет не заставить. 50 оттенков серого в Ванином гардеробе. Любимый цвет белый по-прежнему. Любимый цвет белый. Ну что еще? Давайте последний вопросик. Просто нам на слайде сегодня как раз показывали 50 оттенков серого. Все сразу встрепенулись, когда вторая часть выйдет. Снова скоро пойдут видео на ютубе про 50 оттенков серого. Татьяна Матренко спрашивает, есть ли у вас в доме картины, написанные маслом? Или вы предпочитаете просто постеры, языки или просто чистые стены? У нас есть картины, написанные маслом. И все они мне подарены. Нет, одна подарена мне. Ну, в смысле нам подарена. Значит, часть картин это вот моего родственника, мужа моей тети художника. И одна картина, она небольшая, вот такая. Очень милая. Очень милая, да. Это подарена моей очень хорошей знакомой, другом из Ульяновска. Это работа ульяновского художника. Вот. Но вы знаете, для таких картин у нас очень своеобразные картины. Я вам сразу скажу, это не просто букет сирени. У меня потрясающая картина Старца, написанная, ну, грубо говоря, двумя основными тонами. Это черный и такой изумрудно-хвойно-зеленый. Да, зеленый. Ну, мы как-нибудь покажем. Очень, очень такая вот проникновенная работа. Но такую картину, и она еще в такой, получается, винтажной рамке. Она не просто винтажная, такая народная. Народная винтажная рамка, да. И, ну, как бы, такую картину не везде повесишь, тем более в нашей... В нашей белой мебели. Да, вот в нашем дизайне комнат. Эти картины у нас запасные. Но мне лично очень нравится эта картина. Я... Почему мне ее подарили? Потому что вот там свеча есть, и когда Виталий Всеволодович ее писал, я подошла к ней и говорю, там огонь, как ангел. И, видимо, это ему как-то в душу запало, и вот он мне подарил эту картину, потому что я увидела ангела вот на этой свече. Вот так вот. Ну, и наши благодарности. Я очень сегодня благодарна, что мы попали на это мероприятие, что я завела новых друзей, потому что я еще на хэппи-ауру стала. Мы очень прикольно провели время, и много всего интересного узнали. Я тоже сегодня очень благодарна этому дню за погружение вот в такую необычайно креативную атмосферу. Ну, на самом деле, все, от мала до велика. Там, кстати, сегодня, ну, конечно, того ребенка, про которого мы говорили в прошлый раз, не было. Но молоденькие девочки есть, 15-16 лет, и взрослая, ну, я самая взрослая, опять же, была. Но были еще несколько мужчин взрослых сегодня. Ну, примерно на моего возраста были мужчины. Нет, был один вообще где-то в районе 50 лет. Да, был, да. Вот, и все, знаете, ну, просто горят глаза, все творчеством занимаются, все, ну, в общем, все это очень-очень меня умиляет всегда и радует. И вот благодарна вам, нашим замечательным зрителям, за поддержку нас, за то, что мы имеем такую возможность с вами общаться и радоваться, что у нас такой канал сладкий. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Счастливого дня. Спокойной ночи. Пока-пока. 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 Счастливого дня.